Добрый день. На самом деле я не являюсь представителем канцер-регистра. Да, так получилось, что на базе нашего института канцер-регистра существовал некоторое время, а с 2009 года он существует на базе онкологического диспансера нашего города. Поэтому информацию я брала из онкодиспансера. Организационный методический отдел онкодиспансера собирает информацию со всех регионов нашей области. И эта информация предоставляется из 12 городских округов и 43 муниципальных районов. У нас в области существует 4 онкологических диспансера, которые объединяют близлежащие территории. То есть вся информация стекается в диспансер к определенной территории, а уже областной онкологический диспансер собирает всю информацию и объединяет ее для передачи данных, для составления каких-то отчетов. Ну вот здесь ежеквартально 5-го числа следующего за отчетным кварталом собирается вся информация, вносится в базу данных. Единственное, что готовясь к этой презентации, когда я обратилась в онкодиспансер и попросила предоставить мне какие-то цифры, мне смогли дать и распечатать только 5-ю форму, ой, 35-ю и 7-ю форму. То есть, в принципе, это единственное, что мы, наверное, делаем. Значит, когда попросили представить какую-то информацию, за 2014 год, согласно данным, которые мне предоставил онкодиспансер, я выбрала основные, ну, тут получается 12, но лимфопролиферативные в 81-96 я объединила в одну группу и вывела грубые, стандартизованные по мировому стандарту показатели. С чем я еще, с какой проблемой столкнулась? То есть, численность населения представлена последние 70 лет и старше. То есть, деление 70-75 и дальше этой информации не было. Поэтому, как бы, объединила и получила то, что получила. И по смертности мне не было предоставлено информации по возрастным группам, поэтому, к сожалению, я ее тоже предоставить не смогла. Ну, какие проблемы? Проблемы, наверное, у всех, ну, во многих регионах, уже общаясь здесь, что нет единой базы, что работать приходится сразу в нескольких программах. Эти программы между собой зачастую несовместимы. И, к сожалению, на местах еще я столкнулась с тем, что для того, чтобы внести информацию, которая потом в электронном виде передается в областной диспансер, то есть, это есть очередь на компьютер пока еще, к сожалению. Ну, то есть, маленькие такие экономические проблемы, особенно в небольших медицинских учреждениях. Ну, и решение. Я, поскольку являюсь представителем научно-исследовательского института, мне кажется, мне бы интереснее было для научных разработок, это называется, объединение нескольких регистров для того, чтобы можно было сравнивать между собой или ввести единую базу для территории, допустим, Южного федерального округа. И, возможно, опять же, так как это все связано с экономическими затратами, возможно, какое-то долевое участие в ведении программ и материальном обеспечении этих программ. А в дальнейшем уже, конечно, это возможность использования полученных результатов для уже составления территориальных онкологических программ для каждой территории отдельно или в целом для субъекта Российской Федерации. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...